На какой уровень вышли мошенники-клоны в России? Кто получил сертификат финансовой комиссии? А также как планируют избавляться от недобросовестных клиентов? Вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте! В России теперь просто клонирование компаний? Это не модно. Мошенники замахиваются на лже-регулирование. Буквально на прошлой неделе был обнаружен самозванец, клон российской ассоциации на ФД. А вот теперь стало известно об очередном мошеннике, использующем персональные данные и все той же на ФД. Но самое занимательное в этой истории то, что некоторые брокеры уже вступили в ряды лже-регулятора и для привлечения клиентов используют лицензию российского федерального регулятора. В российском Форексе аббревиатурой становится еще более изощреннее. Мошенник называет себя Федеральной комиссией по регулированию рынка ценных бумаг Российской Федерации, сокращенно ФК РРЦБ РФ. На своем сайте разместил все ту же информацию, касающуюся прошлой деятельности на ФД. Но после описания всех уже привычных признаков мошенничества в стиле клон, стоит отметить одну особенность. Оказывается, у организации есть другой член, по каким-то причинам не указанный на сайте регулятора, но представляющий на своей страничке даже номер выданной ему лицензии. Форекс-брокер TradeFX утверждает, что он регулируется этим лжерегулятором и имеет сертификат. Финансовая комиссия «Нейтральный медиатор», регулирующая отношения участников вне биржевой индустрии онлайн-трейдинга и криптовалют, расширил список сертифицированных им технологий. На этот раз брокерская технология от компании AppTrader представитель брокера Grand Capital получила сертификат качества от комиссии, которая также сертифицирует программное обеспечение для торговли на вне биржевых рынках. Отметим, что провайдер технологии AppTrader предлагает широкий спектр готовых модулей и индивидуальных решений, необходимых для поддержки ежедневных брокерских операций, доступных в виде подписки или локального программного обеспечения, в том числе кабинет трейдера CRM, разработку сайтов и юридические услуги. Председатель финансовой комиссии заявил, что для справедливого процесса разрешения споров необходимо полностью понимать построение системы торговых технологий и принципы их работы. Поэтому AppTrader и в рядах комиссии. На текущий момент на счету комиссии 9 сертифицированных платформ и технологий. АС Риск Аналитикс Новый бренд и подразделение AS Prime, управляющий рисками, представил новое решение Predator Watch, благодаря которому брокеры будут больше знать о так называемых токсичных клиентах за счет усовершенствования процесса идентификации посредством использования отпечатков пальцев клиентов. Цель Predator Watch – вывести на чистую воду недобросовестных клиентов и в конечном итоге помочь брокерам идентифицировать их на основе их торговых паттернов. Это решение использует метод отпечатков пальцев, позволяющий поддерживать обширную базу данных IP-адресов и торговых характеристик. Фундаментальной задачей нового сервиса является изоляция и нейтрализация выявленных токсичных стратегий до того, как клиенту или же брокеру будет нанесен ущерб. Predator Watch использует различные инструменты оповещения, в том числе и на электронную почту. На сегодня это были все новости индустрии. Благодарим редакцию Forex Magnets за предоставленную информацию. До встречи завтра на Dukascope TV. Субтитры создавал Dukascope